так сегодняшнее видео будет посвящено тому как я качаю спину значит конечно сейчас я не выгляжу таким как я был в молодости но кто хочет проверить насколько большая у меня была спина при весе в 95 килограмм но у меня была жутко рельефная с прекрасным конусом с прекрасной толщиной если хотите проверить зайдите ко мне в инстаграм папа смит 1 полистайте вниз немножко и там есть несколько фотографий 92 по моему года и чуть ранее где я делаю бицепс сзади двойной мане моя спина очень нравилась ну потому я и выиграл всегда и бицепсом и спиной но тем не менее сегодня тренировка будет на спину я покажу своих три любимых упражнения кстати недавно посмотрел видео ивана водянова ваня привет что мне понравилось он разбирался своим тренером систему тренировок говорил о том сколько много безграмотных тренеров у нас в индустрии я всегда говорил что у нас порядка 90 процентов тренерского состава безграмотных себя не причисляю к нам к умным гуру да потому что я сам не знаю латинские названия всех групп мышц но тем если которые я качаю я прекрасно знаю как они крепятся как они называются ну давайте посмотрим небольшой анатомик прежде прежде чем я покажу вам что я буду делать а буду я делать значит ваня сказал такую вещь что нужно знать четко как крепится мышца чтобы изолированное и и прокачивать я с ним абсолютно согласен потому что тот это то о чем говорят американцы они всегда делают изолированное поэтому они такие бугристые наши же любят взять побольше и поднимать хер знает как это абсолютно неправильная система от этого растут люди даму растут как попало поэтому у нас такие мастодонты толстые бугри без без особых бугров до таких выпуклостей американцы же все выпуклые и такие красивые но тем не менее сегодня я буду качать большую круглую мышцу вот она также малая круглая мышца кевин пальцем убирает вот и соответственно широчайшая мышца спины вот она которая вот эти крылья самые дает внизу бугристый то есть я прокачаю большую круглую подосную и надосную мышцу буду таргетинг такой стараться пробить сделаю всего три упражнения соответственно первую мышцу я буду делать большую круглую мышцу которая придает тот самый конус для меня как она работает она работает у меня только вот этим упражнением кстати именно именно у меня работает чем шире хват тем шире я в это верю действительно мой опыт более 30 лет в качалке подтверждает именно то что чем шире хват на большую круглую там лучше она развивается соответственно она и крепится так что ее нужно тренировать именно вот таким движением вот таким движением никакие вот такие движения и и не развивают как бы там ни говорили у каждого свое конечно мнение мы можем про это поспорить но тем не менее вот мой первый подход первый подход как всегда легкий если если вы потрогаете бицепс во время тяги он у меня абсолютно мягкий это нейромускулярная связь бьет только сюда там всего лишь 40 килограмм в первом подходе я сразу перехожу на 55 сейчас сделано 25 повторений сейчас отдохнув две минуты и буду выходить на 18 подходами поскольку я делаю сейчас а кому то соответственно растягиваешься вот так большую круглую малую круглую мышцу вес прибавил 55 килограмм сейчас попробую идти на 18 хват могу держать обезьяний когда более силы серьезные более большие веса делаю человеческий хватку с пальцем сейчас вес не такой большой а 6, 7, четко, круглая, большая круглая. прям работает у меня очень важно чувствую то что вы делаете поставил 65 задача 16 но могу завершить и на 14 оставлюсь на 14 потому что начинаю делать читинг это не есть хорошо хоть я и чувствую мышцу прекрасно но меняется угол наклона а это уже смещается на более низкие мышцы я до них еще не дошел отдыхаем стебек то есть я уберу 5 килограмм берусь на 60 чтобы не делать больше читинга чтобы чисто изоляционно качать ту мышцу которая хочу я уже чувствую как она у меня налилась большая круглая 60 ну и задача 14 повторений вот это другое дело вот 14 прекрасное ощущение расслабон это я сделал конус я так делаю конус я уверен что это развивает мой конус ширину большая круглая мышца там же и малая круглая а теперь вторая мышца которая будет прокачивать это у меня будет подосная надосная мышца соответственно и маленькая малая круглая соответственно и ромбовидная будет включаться но я что я сделаю я просто-напросто поменяю ватт то есть не хват а я буду тянуть за голову гриф я не буду меня продолжать за голову те кто недостаточно тренирован им покажется это тяжело я достаточно тренирован плюс я предутомил свои мышцы соответственно мне не стоит уже лезть на 60 на 70 килограмм я буду работать это с порядка 40 килограммами детскими девочки будут на домой смеяться и работать на надосную подосную мышцу обычно я объясняю это что это мышцы сохраняющая осанку человека правильно некоторые скажут это на толщину спины пускай будет так во всяком случае также включается задний кучок дельты это то как я чувствую то как это работает для меня мы будем считать что я отдохнул поехали второе упражнение шесть семь восемь девять десять о ништяк сразу разминка растяжка идет обратный хват вот так четкие ощущения идет надосная подосная мышца чтобы там не говорили задний пучок дельты я стараюсь его выключать но тем не менее он все равно работает ибо он выполняет тягу по-любому соответственно все все мышцы которые находятся над лопаткой я чувствую соответственно это также идет толщина спины ваш рельеф и все такое сейчас отключимся на две минуты больше обуревает налив идет на спиночку я уже ощущаю это всего лишь после пятого подхода я увеличиваю плюс 5 килограмм это тоже легко мне смотрите что очень важно когда вы выполняете это упражнение вы должны краем глаза видеть локоть вот здесь если у вас локоть пойдет вот так это значит выворачивается стакан сумка плечевая и это опасно травмоопасно а я же пытаюсь удерживать все по биомеханике вот такое движение делаю вот такое движение тогда у меня работает чисто надосная подосные мышцы которые выполняют тягу также малая круглая мышца но и большая куда наденешь перпендикулярно повода также надо помнить что бицепс мы не включаем 4 5 7 8 9 10 11 12 12 12 14 15 15 15 21 8 9 10 Почему я сделал 20 потому что я почувствовал что мне легко соответственно чтобы не тратить зря энергию и дать хорошую пруку для мышцы я увеличил количество повторений кстати все что ощущаю я очень сильно вот здесь перед ромбовидной где смыкание идет ромбовидной прям сокращение идет вот понятно что она вторично сокращение растяжку опять мы сделали обратным хватом было два подхода и для меня было легко и 45 поэтому я продолжаю увеличивать вес иду до 50 в третьем подходе после килограммами минимальная задача 14 если буду чувствовать что прет хорошо то увеличу повторение а а вот и и и и и и и и 6 мог бы до 20 но не буду перебарщивать лучше увеличу вес и в последнем сделаю 55 вот чисто вот вот эта мышца работы вот здесь вот здесь то есть не ширина а глубина что можно назвать глубиной спины кто бы там говорил или не говорил я чувствую просто нереальный налив я прям становлюсь такой же мощный как спасок уковский когда он поворачивается к вам боком как у канал на стирот и подход за голову 55 килограмм я добавил я отдохнул сейчас где-то из-за болтом не три минуты чем ваша кому мог еще но не сделал то есть еще напоминаю те кто хочет научиться подтягиваться вот ваш станок для подтягивания забудьте этот грёбаный гравитрон это онанизм говорят что писал онанизм я все напишу анонизм от слова она не либо в истории сказано что первым дрочить начал вообще-то она не чтобы жена его не забеременела он ее не любил библии даже написано он испускал семя на землю в приполовом акте и звали его не он они а она не в россии же все хочет перевернуть наверно чтобы не ассоциироваться с оригиналом поэтому пускай для вас это будет онанизм поэтому повторяю гравитрон это есть о на низм хотите научиться подтягивать начинайте вот с этого станка он заменит вам все даже если вы не подтягиваете в течение года на перекладине я вам гарантирую когда вы залазите вот здесь и выжимаете по 70 по 60 килограмм вы всегда будете подтягиваться 14 15 повторений а сейчас выключимся я вам покажу последнее завершающие как раз на широчайшую мышцу спины широчайшая которая крепится вот так вот так а если она так крепится мы так и должны ее напрягать под таким симметрией под таким ветром вектором напряжения не видите что я буду им пытаться достичь я буду пытаться достичь на прокачку именно широчайшие мышцы которая крепится вот тут вот там и уходит вот здесь до столба до кора вот она широчайшая которая при прокачке дает нам полоса то есть на соревнованиях и вот ту самую вот эту бугристость она свисает вот так вот немножко экшели глубина идет от надосной подосной от круглой мышцы когда они хорошо развиты они начинают свисать как раз на широчайшую широчайшие что у нас если правильно прокачано она дает узкую тарию полосатой здесь но кто бы как что не говорил да я делаю вот так ибо только в этом упражнении я чувствую широчайшую мышцу и ни в каких иных только в этом 5 и 6 и несмотря на то что там у меня 40 45 ошибся килограмм я чувствую нереально вот здесь как вы видели я опускаю до солнечного сплетения с максимальным прогибом поясничном отделе падал падаю грудь вперед тем самым сокращение широчайшую меня происходит максимально сейчас мы отключимся я дышусь продолжаем здесь кстати очень важно если вы берете вот здесь ручку хват или вот здесь чем ниже тем ниже прокачиваются ваши широчайшие чем выше тем выше там где крепление идет я предпочитаю ниже чтобы захватывать низ спины не широчайший по максималу вот я прямую чувствую а там где почки 4 бицепс не работает 6 как можно ниже 7 помощь и до пупка стараюсь дотянуть 4 только 4 14 могу и вот как раз вот она прямо здесь у меня поясничное дело о хорошо как кошка потянулись вот так задницу оттянули нереально тяжелое упражнение потому что бицепс не включаем концентрация вот здесь и раз она крепится вот так вот так соответственно я и стараюсь ее качать вот так вот вот это движение вот это движение визуализация дает вам правильное напряжение той мышцы которую вы хотите накачать нервомоскулярная связь вот 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 помогает сексе тоже кстати будете королем в третьем подходе на 40 потому что мне качество важнее и техника вес мне на хер не нужен здесь в Вот так я ее расцвинул. Я редко когда потею во время тренировки. Но сейчас, baby, я весь мокрый. I'm burning. Отдохнем и четвертый заключающий. Снимем майку и покажем, что получилось. Характерно для меня, для моего многолетнего опыта. Если я делаю тягу горизонтальную сидя, я не чувствую ничего. Мне приходится увеличивать вес. Я могу делать 60-70 килограмм тягу. Не чувствую. Чувствую, что прет. Да, мышцы работают. Залива и накачки нет. Мне приходится убирать максимальный вес. И да, у меня работает вся группа спинная мышц. Но я не чувствую этого кайфа. Вот здесь, как вы видите, я вам показываю универсальный станок, который пробивает вам все группы спины. и так, как я люблю на нем работать. И четвертый подход. Вот яpunkt. Спасибо. Каз米. У пять. Ага. Ага. Прямо идти. Ага. Конечно. Вот, вверх, подосную, надосную, большую круглую, вообще не ощущаю. Ощущаю только низ спины, поясничный отдел. Встанем, да, вот сюда, вот здесь, вот здесь, чуть вперед. Наоборот, ближе сюда еще, 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 тянем туда, врату. Еще вперед. Вот, так вот. Скажите пару слов. Гожусь я в шортнике, пацанята, возьмете меня, поиграть с вами. Ну вот, как-то так. Слишком накаченный. Слишком накаченный. Слово, от пляж. Ну вот, как-то так. Это спина от Папы Смита. Присылайте заявки, что вам еще показать. Бэйби! Пааааааа! Пуааа! Субтитры сделал DimaTorzok